всем всем еще раз привет так предыдущий докладчик евгений докладывал глубоко ушел в бэк-энд я же хочу наоборот глубоко уйти во фронт-энд и остановиться на организации css это действительно одна из проблем потому что css развивался постепенно и понять от более простых селекторов он на приобретал все больше и больше и в конце он стал похож на человека css 4 на подходе это вообще будет бомба на самом деле там я это отдельный доклад хотел это сделать но сейчас решилась пока на методе организации css почему эта боль потому что в основном разработчики бэк-энд разработчики фронт-энд разработки не организует свои файлы модули по папкам все аккуратненько но как всегда игнорит css и вот сколько проектов уже было я встречал и много это переделывал они при добавлении нового элемента открывает произвольный файл css вставляет туда кусок кода закрывает забывает потом потом забывает добавляет еще такой же кусок кода то есть никакой организации с этим ничего не бывает и соответственно бывает проблема от и божить этот css потому что каскады даже айтишники там используется то есть это очень печально все в общем вот пример из реальный проект я пришел вот моя реакция потому что для тех кто не понимает здесь 20 строчек кода с каскадом абсолютно бесполезный он ничего не делает да то есть и это самое-самое это я не знаю тоже часто встречал человек пофиксил ну и не за может там время не был ограничен человек либо как-то ставит important и все говорит все пофиксена все работает красиво поэтому с 2009 года были разработаны несколько методологий хочу начать с бэма он с 2009 года организован компании яндекс также хочу выделить из этих всех объектно-ориентированный атомарный и построенный на атрибутах все остальные принципе они есть свои преимущества на основанных как раз вот на базовых методологиях то есть начнем с бэм основная идея это у нас есть страница разделить ее полностью на компоненты то есть блок контейнер компонента в котором съесть элементы то есть и соответственно стоит блока элемента называется модификатор меняет его внешний вид допустим как вот здесь в принципе показано есть блок меню top 3 другим стоит там просто используется в коде в примере это организовано следующим образом есть базовый класс через подчеркивание идет элемент и следующий идет через 2d ша модификация то есть здесь я показал как это выглядит то есть не показал как-то выглядит скомпили на все с но при процессе ли это очень легко добавлять с помощью энда и здесь же я показал как исключить все модификации если это паттерн которым я постоянно пользуюсь то есть эту ссылку добавил принципе кому надо я могу скинуть ссылку на эту презентацию потом уже детально разобрать с этим из плюсов я хочу выделить модульность то есть каждый элемент можно каждый блок можно повторять на странице и он не требует дополнительных каких-то оформлений то есть основан на едином классе и самое главное у него нет каскад а то есть нету вложности стилей и это ускоряет загрузку процесс страницы то есть и упрощает вид в коде из минусов это очень длинное название классов плюс если добавляется еще не модификации то очень вычитаем странице уже будет выглядеть очень это печально так сказать но при правильном подходе в принципе можно как-то это сократить следующем хочу обратить внимание на атом xss мне он в принципе очень нравится он используется в bootstrap а там есть дополнительные классы очень сейчас чуть позже расскажу разработал тирико коблинз основные принципы это каждого каждое свойство это отдельный класс сокращенно допустим маржин топ 1 это является мт-дефис 1 очень очень просто все понятно один класс одно свойство и возможность стилизовать прямо из html то есть вот так это выглядит наглядно то есть каждый класс за что-то какое-то свойство отвечает здесь я показал как можно очень просто сгенерировать допустим для если вы используете какие-то другие фреймворки css в том числе семантик юай там нету вот этих вот учили так то есть с помощью при процессора можно добавить их очень просто одним простым циклом генерируется практически все help и классы утилитки которые тебе будет нужны процессе работы чем он хорош во первых это повторное использование этих классов он не требует никаких навыков особых просто добавляешь класса он применяется небольшой объем css за счет повтори повторяющихся этих классов и с возможность легко модифицировать любой элемент на странице из минуса нету именно то есть каждый элемент это набор просто свойств в классах это не очень хорошо на самом деле и оформление из html очень многие front-end developer этого критикуют поэтому на желание то есть кто как хочет использовать я эту методологию использую как в качестве дополнительной то есть для создания от утилиток и использования уже в макете просто как модификаторы быстро отдельно хочу еще остановиться на подходе через атрибуты то есть оформляется через атрибута принципы также как почти как и в бэми создаются компоненты его модификаторы и здесь добавляется еще свое пространство имен сейчас принципе объясню что это как это с чем едят то есть выборка идет через атрибут то есть это свое и именно и пространство то есть в нем можно в качестве параметров использовать одинаковые классы так сказать ну свойства и они не нигде не будут пересекаться то есть вес атрибутов и классов он выборки одинаковый поэтому подход довольно таки интересный и не требует значительных затрат в браузере то есть плюсы практически такие же как и время то есть повторное использование очень масштабированный код даже проще модифицировать чем бм за счет своего пространства имен из минусов только могу отметить специфичность не все любят оформлять через атрибуты плюс для валидации на странице нужно добавлять дата дата атрибут чтоб она проходила валидацию четвертый из основных это объектно-ориентированный подход объект повторяющийся стиле похож на atomic css единственное отличие что здесь происходит разделение структуры оформления и контента от в раппера то есть и в каждом объекте можно не одно свойство составлять а блок свойств то есть если есть оформление там shift цвет текста это все отдельным классом идет положение оверфлоу это все допустим в другой класс если на странице есть допустим странице блога есть основная новость картинка там текст и в сайт баре повторяется то же самое с теми же стилями просто меньше то есть используется практически одни и те же стили то есть они указываются один класс оформления и второй класс это уже свой конкретно стиль и мне что нравится в этом подходе у них очень классный принцип если на странице есть несколько вариантов более менее одинаковых оформления допустим ссылок кнопок рекомендуют выбрать один во первых это улучшит вид страницы конкретно улучшит и уменьшит количество загружаемых стилей и соответственно ускорит отображение страницы то есть структурам принципе это показано отделяем оформление структуру и разделяем контент и контейнер практически такие же плюсы то есть это возможность повторного использования классов объектов небольшой объем css за счет повторения и за счет уменьшение css более быстрая загрузка страниц если что если нужно что-то добавить новое будет более сложно разобраться где что поменять поэтому эта поддержка и соответственно в html приходится добавлять все больше и больше классов чтобы как-то отобразить это то есть я этот метод использую тоже как качестве дополнений так и принципе вот следующие методологии которые хочу рассказать сегодня one page one rules артем сапегин объединил бэм модульность и объектно-ориентированный подход своей своем это методологии он именует блоки также как в бэме за исключением модификации он просто через одно подчеркивание из объектно-ориентированного берет объекты разделение на структуру оформления добавляет состояние из visible то есть все элементы изначально скрыты добавляешь класс из visible он показывается на странице и добавляет классы селекторы чтобы использовать их я вас крипте также порядок классов он добавляет то есть блоки основные потом примеси это объектно-ориентированные стили которые повторяются вместе с ним дальше джейс хуки и последнее уже оформление это состояние то есть так как это на стресса на этой же странице и откроем плюс это читабельный код за счет использования методологии указанных и а минус это принципе для небольших проектов потому что все таки смесь из методологии тоже не сильно красиво дальше еще одна методология здесь джонатан снук разделил всем стиле это сразу хочу сказать это для больших проектов очень классная методология потому что сперва грузится базовые стиле оформление то есть это резид css на норма и css как называется дальше выделили выделяя отдельно стиле глобальных элементов header footer sidebar контент оформление дальше стиле модулей это уже можно использовать тот же бэм тот же объектно-ориентированное программирование даже основанные на атрибутах методологии следующего идет стиле состояния и последнее уже оформление то есть конкретно силе элементов они в конце чтобы они не конфликтовали ни с чем что загружается перед этим вот наглядно выглядит то есть сперва основное лаяут блоки состояние и в конце уже оформление тема из плюсов то же самое повторность пользования масштабируем из кода если в команде несколько человек то желательно review ведь и если все проходит проходит review все раскладывается раскладывается по слоям то в принципе это для крупных проектов очень замечательно из минусов это очень сложно разобраться куда и что ложить в принципе но когда это все уже есть человек который это всем занимается и может подсказать второму человеку в команде куда и но за ревьюить код то принципе подход очень очень даже хороший следующий подход это я назвал его он многослойный но я бы назвал просто уменьшенный подход от предыдущего то есть они базовый слой объединили с лаяутом и принципе остальное остается то же самое есть нулевой слой сброс стилей базовый слой это модули лаяут проектный слой это модификации и косметически это оформление темы то есть как и обычно то есть выглядит он практически так же самое только без лаяута плюсы я даже могу сказать что они одинаковые что с ними и подходит для небольших проектов нужно меньше контроля все равно уж там идет отдельно хочу остановиться на фоне я оказывается всегда им пользовался до того как я узнал о нем потому что бэм и разделение на слои это очень классная фан имеется до плоская иерархия то есть желательно избежать каскада единственный способ когда можно использовать каскад это когда нужно детально уточнить для для какого именно блока это сделать ну то есть очень редкие случаи когда нужно будет каскада пользоваться служебные классы это атомарные стиле либо объектно-ориентированные стиле то есть когда принципе атомарная показывал как я делаю те же маржины и паддинги то есть для очень быстрого редактирования я использую отдельный класс уже для этого ну и n компонент с не знаем спейсами бэм основанные на атрибутах либо как как будет угодно и очень легко им пользоваться и идеально для небольших проектов потому что я категорически не рекомендую использовать смеси для крупных проектов потому что это очень сложно потом поддерживать и каждый новый член команды будет носить что-то свое и в итоге получится мусорка которую мы показывали в начале на то есть завершение хочу сказать какими инструментами пользоваться это принципе на выбор пользователя рекомендуется на веб-шторм но он платный допустим соблайн бенз я пользуюсь visual studio код не он больше подходит единственное что рекомендовал бы поставить эмот очень значительно упрощает разработку сокращать время и удобно более удобно им пользоваться также подсветка кода сас и обязательно нужно писать какие-то линтеры которые будут проверять качество кода перед тем как вы за комитете что-то задеплоить на этом все мои мои контакты есть если еще есть вопросы на то есть насколько понял просто этой инлайн стиле просто инжектора я имею ввиду что стиле просто сразу вставляется в компонент до но это принципе ты в реакте можешь использовать тот же бэм есть отдельный пакет для этого это очень даже неплохо это использовать я сторонник подхода так чтобы оформлять все в отдельных ссс файлах чтобы это было как-то контролируемо я знаю что с будущим еще есть такие компоненты как shadow дом где все все стиле идут в одном скопе я думаю за этим будет будущее но не скоро есть еще вопросы да да у меня если и если есть помойка тут один выход рефакторить но я даже могу рассказать один пример из реальной истории я пришел на проект там была сотня с лишним файлов ссс одинаковых стилей то есть есть страничка у нее есть возможность white label а то есть компания добавляет свой брендинг стиле и сделано так было что каждая страничка отдельности с файл с повторяющими всем стилями в общем я это все нафиг снес оставил один темплейт с параметрами с переменами и в итоге я удалил 10000 строк кода заменив их буквально там 150 120 только наверно рефакторить садится и может может даже есть но я все равно не доверяю автоматизировано я у меня подход такой что я начинаю что делать когда я вижу на странице ненужное допустим или как-то не оптимизированный css код я его просто заменяю и модульно его делаю то есть и если сейчас у нас большой рефакторинг проекта идет я старый код практически его не оставляю то есть сейчас вот с помощью методологии уже можно сделать компонентами у меня значительно уменьшается объем css коды и думаю да переписать перестать будет лучше потому что ты никогда не знаешь какие там каскады есть но и дать до этого да да это все хорошо когда чтм класса готовится автоматически генерируется это уже будет затруднительно я думаю но я поклонник титров из раб особенно четвертая версия меня он очень понравился сейчас я часто использую его модули даже вот сейчас у нас проекте семантик юай его практически уже переписал под свои нужды потому что да фреймворк упрощает работу намного то есть он ускоряет работа них уже все готово принципе ты только этим пользуешься то есть возможно кто-то сторонник чтоб написать все с самого нуля но я в принципе сторонник должен сэкономить время в твиттере bootstrap и можно написать практически все что угодно и поддержка сетки весьма мобильность и мобильная поддержка начинал с foundation а потом перешел на bootstrap и сейчас по ходу деятельности еще вот семантик и это там мелкие тоже были но они мне не понравились бурбон там какой-то был для руби отдельный я его практически сразу попросил говорю давайте не рейн ведь интивил давайте что-то уже более модное пользоваться ну вот с этого и начинали все ну смотри бэм и все эти металл методологии это не строгий твой порядок действий вот с последними методологиям ты видел там на них совмещают то есть также можно с быстро бусрапе встроенная атомик методология то есть также ты можешь использовать бэм добавлять свои стили куда если тем надо тем более это блок блок он тебя зависит от сетки bootstrap им используешь как в качестве сетки а для оформления своего блока тоже используешь свои стили бэм и то есть как тебе удобно выделяешь отдельно стиле классы для объектно-ориентированного это уже тоже можно подключить туда же то есть как все зависит от того как как ты привык как тебе удобно и как требуется в проекте то есть если есть архитектор который сказал нужно делать вот так потому что с каждым новым человеком он приносит своей методологии как там один писал и горит есть бэм а есть пришел чувак пишет на хрень в итоге хрень бэм получился методология новая поэтому все зависит специфически от проекта есть еще вопрос как нет у меня еще два ответа все все спасибо спасибо